То, что вот крещения, которые совершают неполным погружением, что они недействительные, по сути дела, получаются. Это его смущает, да? Да, его очень сильно смущает. Но он так сидит, говорит... Я и говорил про это. Преступника смущает то, что есть уголовная статья на него. А сегодня гей-парады делают. А представлены их сажали, а Гитлер их расстреливал. Вот так и священник. Он преступник против этой заповеди, крестит. И, конечно, его смущает, он трясется. Ну, знаете, вот это видео лучше не показывать всем, то его сильно это смущает. Да только дело. На это смотреть тогда жить не надо, смущают. Нам нигде не показано смотреть на смущение. А наша задача остается верным. Он смущается, а мы не смущаемся. Конечно, смущаемся. Мы не портили всю Россию. Люди ничего не знают. Покропили, щайника полили и пошли. Чего они дурью маются это? Возьмите к истинному православию. У вас там есть материал о крещении. Сто тридцать шесть свидетельств. Они поправили все законы, каноны, Библию, жития святых, труды святых отцов. Это не смущает. Безобразники. Еще его и смущает. Ничего себе. Сидит насильник детей изнасиловал, а его смущает, что мы говорим, что он отвечать за это будет. Я знаю эту породу людей. Ко мне под язык никто еще не залазил, батюшка. Это абсолютно недопустимо. Пока я живой, у вас есть возможность дыхнуть свежим воздухом. Мне нельзя этого. Я с молитвы не схожу. Понятно. Как это так? Я сказал, что? Открой 50-е правило. Если он крестит неполное погружение, он извержен. Это никого не смущает, что он давно не священник. Откройте правило. Нет, почему? Вот так-то и рассуждают-то на самом деле. Что это получается, что я служил до этого, служба недействительная получается. У меня к службе не речь не идет. Зачем это? Незаконное общение. Речь идет только о крещении. Никуда за рамки не выходим. А причастие? Все на месте стоит. Одно крещение неправильно. А причастие не надо. Это уже наматывается, чтобы обвинение сильнее. Это как я вам маленький рассказ расскажу. Два брата в Казахстане. Вот он выходит, и мы, а потом председатель колхоза. Моему брату вырешим бесплатно корову стельную. Так, кто против советской власти? Поднимите руку. А при чем тут советская власть корове-то? Ты корову дать хочешь? А уже против советской власти все сгорбатились. И сразу причастие. Мы разговариваем о крещении, о погружении. Нет, и тут, видите, проблема в другом. Сам священник, допустим, крещен неполным погружением. Пусть приезжают по теряку, его покрестят. Денег не берем. У нас приезжают и ромонахи, и кого только нет. Принимают крещение, возвращаются и дальше служат. Ну, а так вот, допустим, священник вот так крещен, да? А как литургия у него? Ну и пусть делает литургию. А литургии нет. Ничего не припаять сюда. Только говорим о погружении. О погружении. У нас миропомазание не мажет. Почему? Миропомазание совершенное остается в силе. Не надо это раздирать. Нет, Тихонович, а человек некрещеный, допустим, может он литургию совершать, и вообще над ним может быть таинство священства. Это церковь признала. Это признало, и мы признаем. Мы вдаль туда не уходим. Вот сейчас мы стали говорить о полном погружении. Ну вот священник, который крестит кого-то, он с полным погружением. Теперь я должен дальше. А вот тот, который его рукополагал, крестил, он рукоположен? Нам это не дано знать. Мы берем только вот этот участок, который перед нами. Нет, ну вот смотрите. А священник сам-то, вот допустим, который крещен неполным погружением, он вот в этом, он как совершает? Он может совершать? Так, как есть. Совершает службу, совершает литургию, все действительно принимается. Но он должен креститься. Ну вот смотрите, ну а как? Ну а как? Вот я вот тоже не могу. Я не спорить же должен. Я только один раз возвещаю. Нет, мне просто объяснить. У меня не принято это вообще спорить. Я сказал, что он, который даже не крещеный священник, правильно, ну там моченый где-то, он совершает литургию. Все таинства действительные, службы действительные, но он должен креститься. Это вопрос и сегодня решенный, столетия назад. Принимает его как есть, а и над ним висит, ты сам должен креститься. Все, не крещеный поп. Рассказ Лескова Николая Семеновича, прочитайте. Я один раз сказал, повторять мне уже не надо. Зачем я повторяю? Не принимает, я свободен. Я должен сказать, моя задача возвестить. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает. Я сказал, батюшка не принимает. До свидания, благослови очень. Все на этом. Я с ним по-другому не буду говорить. Ты открывай, скажи ему, 50-е апостольское правило. А еще ни три погружения, ни я, ты запрещен. Нет, Игнатий Тихонович, в другом дело-то. Человек некрещеный, вот. Я ответил уже третий раз, отвечаю. Через него все действительные таинства. А как так? А не так. Никак. Нелогично. Сырка принимает многие такие антиномии. Которые не сходятся с нашим разумом. Непонятно как. А ссылки есть на это правило где-нибудь? А у Милыша это есть. Епископа. Там, когда приходили турки, детей приходили, крестили, а потом приходят уже во взрослом состоянии, а сами обрезанные в исламе находятся. А как вы говорите? А мы крещеные, а нас с детьми крестили. У них много беснований. И крестили. Было совещание, признано было крещение действия, недействительное, покреститься снова. Все. Вот они первые. Милыш, это кто? Ну, кто это? Епископ? Какой толкователь правил канонов? Как Зонара? Он общепризнанный. А, я понял про кого? Ну, конечно. Они приходят. Я сейчас могу вам статью показать, которая у меня в книгах есть. Это описано. Они один решали. Епископы собрались, что делать. Вот этих турок, которые приходят. А это я слышал историю. Это я знаю. Их признали некрещенными. Идите креститесь. Они не верили ничего. Их принесли для того, крестили в детстве, чтобы они не были бесноватыми. Вот и все. Нет, вот смотрите. А если это потом вот этот человек священником стал, допустим, некрещенными? Он должен креститься. Я повторяю четвертый раз. Он должен креститься. Вот к нам приезжает епископ. А я знаю, что он некрещеный, правильно. Я подхожу и благословляюсь. А он других располагает. Все действительное рукоположение. Но он сам должен креститься. Проходит год, я ему снова напоминаю. Нет другого. Я не выдумываю ни одного правила. Никакого учения, знаете, Лапкина, нет на земле. Я просто показываю каноны, которые вы нарушаете. Вы должны перестать. Но докажи, я должен быть извержен. Ты не был извержен. Тебя рукоположили раньше времени, до 30 лет. Ты незаконный священник. Но уже теперь тебе больше служишь. Служи. Но ты должен в уме знать. Ты нарушил правила. 14-15 правила 6-го Вселенского Собора. Я ничего не придумываю. Моя вина какая? То, что я открыл эту истину? Нет, 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 Игнат Игнатьевич. Просто у священников тогда вот такая мысль-то точно появляется. Не священник ли я вообще тогда? Хорошая мысль. Вот эта мысль должна вас была прожечь до основания. И это от Духа Святого. Вот приезжайте. К нам приезжает не один, а сразу несколько священников. Там архимандриты. Мы разобрались, мы увидели. Мы не крещеные. Что делать? Ничего не делать, надо креститься. Покрестились. Он говорит, мне 27 лет. Три года посиди дома. Я романах. Ничего не случится вселенной. Вот с сегодняшнего дня ты услышал правила. Где нет, говорит, закона, нет и преступления. Теперь закон открытый тебе. Ты нарушитель. Да как же теперь у меня паства. Ты мне зачем вопросы задаешь? Ты ко Вселенскому собору вопрос задавай. Там 630 епископов. Самый многолюдный был собор. Кто нарушитель закона? Я говорю, или ты? И просидел три года, все нормально. А получается, что вот в католической церкви они все некрещеные, получается? Получается так. Что вот я смотрел, даже там всякие там чашечки, там есть. Ответ я снова повторяю, пятый раз. Некрещеные. Ну а как тогда признаете благодать? Признаю вопреки логике. Признаю. Я не заложу за грань, за которую не положено. Как я вот смог устоять в православии? То, что я нигде не лезу за границу. Как салмопевец Давыд говорит, я не входил в великое, для меня недосягаемое. Не смирял ли души моей, как дитяти отнятого от груди матери? Ребенок плачет. Но плачет, надо от ситки отстать уже. Мы вышли из этого возраста. Андрей Кураев очень четко сказал здесь. Мы вышли давно из этого возраста. Да, он не признает правильное крещение. Вот в этом вся его вина. Он признал. Признал, должен сразу прекратить. Вот к нам приезжает священник. Ой, я все понял. Я буду делать как положено. Ну, ты уверен, что ты будешь делать? Конечно. Я говорю, ты сейчас приезжаешь. А в это время привезли... Ну, ты сам-то понимаешь, что у тебя купели-то нету. Ну, я построю. Отец Владимир, ты сейчас приедешь, купели нет у тебя. На это надо время, хотя бы день. Ну. Ну, ты приехал, сейчас у тебя привезли ребятишек крестить. Ты будешь? Ну, а как по-другому? Ну, вот и все, иди отсюда. Не мешайся под ногами. Никак. Такой, у меня архиерея... Да ты Бога не боишься, архиерея боишься. Скажи, Владыка, я начинаю копать яму, обкину я пленкой. Налью воды и буду крестить завтра. Сегодня не буду. Ты узнаешь, что у тебя мука со щепками. С мусором. А, пекарня не построена. Ты будешь дома печь с мусором? Или ты скажешь, прекратить, пока я не просею, заново мусор отброшу? Отбрось мусор. И начинай делать так, как положено. Перед Богом вот это наше бельяние ничего не дает. Мы Бога не боимся. Я убоялся и сразу упал и сказал, не встану, пока Господи не простишь. Он говорит, отстань от зла, чтобы я не убил тебя. Вся Библия наполнена этим. В день, который ты услышал, ты должен обратиться всем умом, всем сердцем. И вчерашнюю жизнь отвергнуть. Это не мое. То есть, это я, я от него отвергаюсь. Отвергнись себя, возьми крест. Вот это, чем я отличаюсь от других. Это все епископы понимают. Игнатий не идет ни на какие компромиссы. А зачем мне это нужно? Я только подумал, я на небытаемом острове. Я еще думал до обращения по Евангелию. И я один, мне 23 года. И там только одна туземка оказалась. Вообще, я молодой парень. Я женюсь на ней? Никогда. Почему нет священника? Я неблагоставленный и не было у меня бракососочетания. Тогда, не зная, я уже имел в себе это. А там внутри, это избрание Божье. У избранного человека вот этих велюжин змеиных нет. Что не скажешь, как, говорит, у жаки под вилами. Я услышал, я сразу в тот же момент пал. Я виновен, я раскаиваюсь. Да хоть у тебя пропадает теперь все, и дипломы. Я никогда не советовался с плотью и кровью, Павел говорит. Когда я услышал, я не пошел никому. Я пошел в пустыню Аравию. Я сразу удалился на молитву. И поэтому я обильно получил благословение от Господа. Никогда не лукавить. Узнав, что существует такое повеление от Господа, я даже секундочки не задумался. Сразу все бросил и перешел на самую низкую работу. Тогда успех не будет. Времени мало же, да? Насколько я понял. Да. Ну нет, ничего. Сейчас еще у нас целый час почти есть. Так. Два полтретьего. Это почти час. Тут уже надо учиться. Так. Вот это запомните, когда разговариваете. Я не иду ни на какие компромиссии. Мне Бог это запрещает. Мне не нужно мнение патриарха, епископа, как Андрей Кураев говорит. Игнатью плевать на это. Он правильно ухватил. Сейчас за Андрея нельзя заступаться. Ты посмотри, какое сейчас выставили, что Чаплин говорит. Видел? Я видел это все, да. Считал. Ну, а с другой стороны, это тоже у него ошибки есть у отца Андрея. Вот серьезная ошибка. Да понятно про это. Но момент-то какой. Теперь они начинают выискивать. Когда он был, сидел в приемной, то другое. О-о-о. Ой-ой-ой. Это же отец всеолода даже не был из всей церкви. Правда же? Он как раз представитель церкви. То есть это официальное, по сути, дело заявок? Совсем это обсуждать. Они не видят, что уже церковь не трещит. Уже на боку корабль кверху дном опрокидывается. Им не об этом думать надо, не об Андрее. А что сказал Андрей, это немедленно включить. Они ничего не делают. Они не понимают состояние церкви. Не понимают. Это Андрей, это, это, Феофан Затворник говорит. Когда уже весь дом охвачен пламенем, только тогда священник начинает суетиться и бегать. Но уже поздно. Уже революция в двери стучится. Снова грядет вот это самое. Тьма заблуждений будет извергнута. Я вот сейчас пишу материал один, я остановился и не стал писать. Мне самому стало страшно. Одновременно везде начинается вот это. Вы думаете, никакой связи между Степаненко и Кураевым нет? Есть, конечно. Какая? Ну как прямая? Он Степаненко снаружи обречает, а Кураев внутри. А теперь давайте подумаем. Один из вариантов. Я не утверждаю. Повторяю, не утверждаю. А чтобы глубоко не ошибиться, я должен прорешивать много вариантов, когда распутают какое-то преступление. Вы думаете, для чего подожжен был рейхстаг? Рейхстаг. Не знаю. Даже не забывайте. А вот посмотрите, такой фильм, зарядите, «Восхождение дьявола». О Гитлере. Это американцы поставили. Я смотрел, смотрел. И он когда там тушит его, а другой говорит, посмотрите, как он выглядит Гитлера. Какой он радостный. Почему? Дан повод начать гонение. С сегодняшнего дня коммунисты вне закона. ГКЧП не нужно было. Его искусственно создали для того, чтобы компартию запретить. Эта разработка была у Маргариты Терчер. И только обнаружение это будет через 70 лет. Дальше. Что здесь, когда у нас было, стреляли в Ленина Фая Каплан. А сама она еврейка. Как же так? Так стреляла ли она, вопрос сегодня. Или кто-то другой стрелял. И с какой целью это было дело? Чтобы развязать руки для красного террора. Знаете, вот небоскребы сегодня везде показаны. 11 сентября. Сверг-то сами это. Ну, ЦРУ все сделало-то. Для чего? Терроризм, 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 терроризм. Как у нас сейчас. Вот все это экстремизм. Для чего? Чтобы начать всемирное гонение, взять в рамки и сдвинуть, чтобы все расплющить. Сразу в Афганистан войска вели. И вот это, что они делают, это только я предположение делаю. У меня данных нет. Я, отец Сергий, помысленно я говорить буду, молись. Я буду сейчас говорить вещи, которые вы никогда не слышали. Почему патриарх и Кирилл, когда избирали, не допустили жеребия? Как патриарха Тихона. Первый вопрос. Почему было сделано все с вмешательством властей, какое-то соединение, чтобы обязательно Кирилл был? Мне стали говорить, да какой он патриарх? Никакой он патриарх. Он настоящий, он избран. Теперь вопрос закончен. Господь допустил, и я сразу склонился и благословите Владыка. Я не согласен, абсолютно неправильно. Не канонично. Но его избрали, все. Мои мнения остались дальше. Но я знаю, Кирилл это очень умный, очень активный. Я сказал, так просто дальше не пойдет вот этот маразм, о котором он сам говорит, как Алексей Второй уже совершенно не соображал. Это не кто-то, а Кирилл говорит об этом. Но Кирилл должен восстать. Он должен начать наводить порядок в церкви. Но нельзя смотреть, как все разлагается. Церкви-то практически никакой уже нету. Это уже сказано, пересказано было. В какой момент он восстанет? Я чаще-таки просчитывал вот эти варианты. Вариант у него, главное, на пути его станут не Кураевы. Это изнутри монашества. Давно бы владыка, этот патриарх Кирилл, он бы уже по-другому начал делать. А ты как в Грузии? Выйти из Международного Совета Церкви-то. Ну, монахи подняли, все, Илья Второй сразу вышел оттуда. Он понял, он уже не патриарх. Монахи имеют очень огромную роль. Конечно, в Грузии это не Россия. А что же монахи? Монастырство? Конечно, монастыри подняли. И все, он вышел оттуда. Грузия, того, что из Мира Церкви-то, это благодаря монахам. Здесь монашество имеет меньшую силу, но еще достаточно большая. Чтобы создать такую смуту, это не один диаметр дзюба будет. Я все говорил. Когда же он начнет? Вот у него там какие-то сердечные приступы. Патриарх Кирилл опаздывает. Он все время говорит вещи, которые у него не выполняются. Но он дает как бы контур. Надо образовывать общины. Говорит, он ничего не может сделать. Он не может. А говорит-то все правильно. Ему нужно сдвинуть с места. Он не может это сделать, потому что он знает, стоит тронуть. Он сейчас поехал к папе, благословляется. Бурлят монахи, но стоят на месте. Кирилл очень четко чувствует грань, за которую ему нельзя шагать. Но ему надо шагнуть за нее. И вот сейчас искусственно, повторю трижды, искусственно, создаются вот эти давления. Андрей ничего не может сделать. Теперь сами же они это дело провоцируют. Я говорю, вещи невероятные. Может быть, согласование с Андреем. Мы сейчас тебя отсюда убираем. Теперь ты свободный. Нам нужен свободный человек, который заговорил бы. И как бы против. А мы теперь... То есть ты озвучь, с чем мы больны это. И теперь мы начнем как бы это. И теперь вот это размежевание начнется. Сегодня православие даже ереси не может породить. А вот это, если только это у них, это продуманная акция со Степаненко, это со церковной структурой, чтобы их за пределы церкви вывести и их голос озвучить. То, что им надо. Но пока они вплотную в церкви, не могут они сделать то, что нужно. Это, конечно, умная акция. Если они это не сделали, они должны были это сделать. Вот штука-то какая. И поэтому сегодня не становись никуда. Гонимый Андрей, гонимый Максим, они нуждаются в нашей помощи. Мы пока берем за чистую монету то, что они сейчас действительно их засловывают. А Андрея за то, что ипотажное выступление. Но один из вариантов именно такой. По согласованию с ними это все делается. Чтобы патриарху развязать руки. И тогда патриарх уйдет как один из самых знаменитых людей. Он обновит церковь. Это нельзя не понимать. Я вчера вот этот ролик-то насчитал. Для всех сделать совсем. Не смотрели? Еще не смотрел. Посмотрите. 51 год это не 2 года. Я 51 год работаю в этой области. Еще не встретил ни одного человека, который выполнил бы это. Ни одного. А мне это дано было в первый день. Понятно. Ладно, Игнат Тихонович, идти мне надо уже. Спасибо, Христос. И главная задача, чтобы приобреть, по крайней мере, некоторых. Я это сказал просто. Это один из вариантов, который может быть. Может быть, они еще сами не понимают еще. Игнат Тихонович, может быть, и по-другому же быть? Может быть, по-другому. Я говорю, я оговорку сделал. Это ваше размышление. Мои размышления на то, что патриарх Кирилл очень умный. И он понимает критическое состояние церкви. Он это озвучил. Но он не может сделать. Потому что впереди стоит махина монашества. Но на свет эту раскачку они могут через таких людей. Отодвинуть в сторону, сказать, вы молитесь и не лезьте. В церкви должна быть проведена вот эта реформа. Ну, монастыри-то тоже разные же бывают. Некоторые монахи... Все поднимутся против до одного. Вы меня сейчас один раз выслушали. А Кирилл не устоит перед ними. Им он уже другой вариант избрать. Другой вариант. Ну, ладно, давайте. А то уже время. Да, с Богом. Все хорошо. Боже, славите, Орче. Пошли мы. С Богом помощь. Слава Христу. Хорошо, что такие вопросы поднимают. И когда начнется, когда же молиться в 10 раз больше. Я все время ожидал, когда же начнется что-то. А то, что они там вякают сегодня, это никакой роли не играет. Это все уйдет.